Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну а также мы продолжаем наш марафон видеороликов, как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий, так что дерзайте. Так, давайте посмотрим на наше расписание. Сегодня мы играем дома против лондонского Арсенала, дальше игра в кубке против Нью-Касла, выездная игра с Останвиллой и Лига Чемпионов начинается уже. 1-8 против Брюги, будет интересно, ну и посмотрим, как же мы сыграем против Арсенала, они идут на 9-й строчке, играем дома. Не дооценивать соперника ни в коем случае нельзя, так, ну вот замены против них укрепляющие делать мы будем, тем более Варди с Абраховым сейчас еще в нападении у нас будет, поэтому это очень даже плохо. Так, ну, я не знаю, вот так, наверное. Вот таким составом мы выходим на матч с лондонским Арсеналом. Лестер против Арсенала, английская премьер-лига, поехали. Итак, King Power Stadium, Лестер-Сити принимает лондонский Арсенал, английская премьер-лига, поехали. И все-таки мы пропускаем. Абумианг забивает, очень хорошо получилось у Арсенала найти этот момент, когда нужно атаковать. Ну и хороший удар. И Тэми Абрахов все-таки сравнивает. Отлично, 70-ая минута, 1-1, Лестер в игре. И все, заканчивается матч. У нас ничья против лондонского Арсенала. Если я не ошибаюсь, то в прошлом сезоне мы встретились с ними 4 раза. Во всех 4 матчах мы их обыграли. Если мне не изменяет память, тогда во всех забивал, кстати, Лаутаро Мартинс. Ну, не в 4-х, так в 3-х матчах уж точно. После 27-го тура мы все так же на второй строчке. Лидируем в 3 очка над Манчестер Юнетедом и отстаем уже в 12. Ой, не в 12, 8, да. 8 очков отстаем от Ливерпуля. Итак, у нас сейчас игра в Кубке Англии. Играем против Нью-Касла. Ну, у нас тут плотные прям матчи. У нас, во-первых, неделя прошла после Арсенала. Через еще одну неделю играем в английской премьер-лиге. Поэтому я не буду ничего менять. Просто хочу основным составом выйти против Нью-Касла. Вот. Здесь, кстати, только вот Ундер не попадет на этот матч. Вот так все. Вот таким составом мы выходим. Лестер против Нью-Касла. Кубок Англии. Поехали. Итак, Village Road. Мы, кстати, я так понимаю, на стадионе Эвертона. Лестер Сити против Нью-Касла. Кубок Англии. Поехали. И все-таки мы забиваем. Вернер. 15-ая минута. Отлично сыграл на добивании. Но у Волтара Мартинеса не получилось забить. Получится. Должно было у Вернера. Супер. Так, а вот и ошибка нашего вратаря сейчас. Ну, почти. Ну, почти. И все-таки пропускаем. Все, восьмая минута. Она на ужасность сейчас ввел мяч через ближайшего хотел игрока. И вот мы пропускаем у Джои Линтона. Счет 1-1. И регион забивает. Восьмидесятая минута. 2-1. Лестер снова выходит вперед. Супер. И все-таки пропускаем. На 90-й минуте снова что-то у нас не выходит. В обороне. Ну, и Джои Линтон делает дубль. В очередной раз сравнивая счет в сегодняшнем матче. А мы уходим в дополнительное время. У нас счет 2-2. В основное. Так, ну и опасный штрафной. Здесь-то уже Мэдисуну, мне кажется, ну, стоит бить. Никто за стенку не встал. Хотя там и Тилиманс вот. Справа можно прям. Хорошо. Айезу Перес. Удар. И это гол. 96-ая минута. Айезу Перес забивает. Мне очень интересно сейчас посмотреть с повторов, как это было забито. Очень странно. Смотрим. А, он тут рикошетом. Тогда понятно. Я подумал, почему так прям над вратарем мяч пролетел. Ну, неплохо. И вот Джейми Варди очень хорошо сейчас может вывести Айезу Переса. 1-1. Здесь Барнс. И он делает счет 4-2. 120-ая минута. Все-таки это победа. Ну, ребята, молодцы. Доиграли до конца. Дожали. И просто очень хорошие голы. Причем, если не ошибаюсь, 3 гола. Лестер забил на контратаке. Очень хороший. Ребята молодцы. Воспользовались этим. И все. Финальный свисток. 4-2. Победа в дополнительное время над Ньюкаслом. Ну, и главное, что проходим в следующий тур Кубка Англии. 4 удара, кстати, у нас было в створ. 4 гола. И Вернер стал игроком матча. Итак, в полуфинале мы, скорее всего, встретимся с Арсеналом. Но это не факт. Манчестерин это также проходит дальше и в Олверхэмптон. Поэтому, ну, как бы всех мы обыгрывали. Поэтому, надеюсь, получится второй год подряд выиграть Кубка Англии. Так, у нас переговоры по моей команде. Здесь Союнцу хотят у нас купить в Тоттенхэм. 36 миллионов. За него предлагают. Мы отклоняем. Так, ну и сейчас у нас игра в английской премьер-лиге. Прошла неделя. После матча с Нью-Каслом Астон Вилла идет на 14-й строчке. Но будем играть все равно вторым составом таким, чтобы к Лиге Чемпионов быть готовыми. Ну и все. Вот таким составом мы выйдем против Астон Виллы. Надеюсь, у ребят получится. Выездная все-таки игра. Поехали. Итак, Вилла Парк. Астон Вилла принимает Лестер Сити. Это английская премьер-лига. Поехали. И Айозе Перес выводит нас вперед. 32-я минута. Хороший момент. Не стал перебрасывать. Решил плотненько пробить сильно рядом с вратарем. И Вард делает счет 2-0. 66-я минута. Очень хорошо распасовались. Ну и мы молодцы. Ну и все-таки очень хороший гол сейчас забивает и Катарен. Больше ничего не могу просто сказать. Очень хороший момент. Хороший гол. Но главное, что мы все еще лидируем. И все. Минимальная победа на выезде. 2-1. Перес и Варди нам приносят сегодня победу. 2 удара у нас было в створ. Так что по показателям, которые мы действительно проиграли по ходу этой встречи. Но по счету выиграли. Варди 7-5 и ценку получает. После 28-го тура мы лидируем уже в 6 очков над Манчестер Юнайтедом. И в 8 очков отстаем до Ливерпуля. Ну что же. У нас сейчас игра в Лиге Чемпионов. На моей памяти, вот последний раз, когда Лестер играл после чемпионского, сезонной чемпионской игры в Лиге Чемпионов, они дошли до стадии 1-8 и в ней же вылетели. Насколько мне не изменяет память. Поэтому будем творить историю. Хотя бы пройти в четвертьфинал. Вот соперник здесь, мне кажется, действительно позволяет. Хоть и первый матч мы проводим на выезде. Смотрим, кто готов, кто нет. Ну так, в принципе, у нас весь стартовый состав готов. Поэтому таким составом мы выйдем. Брюги против Лестера. Мы играем первый матч дома. Будем стараться на выезде, точнее, да, первый матч. Поэтому будем стараться забить как можно больше. Итак, Ян Бридл Стадион. Надеюсь, правильно прочитал. Брюги принимает Лестер Сити. 1-8 Лиги Чемпионов. Поехали. И супер, 1-0. Лаутар Мартинес, автор первого мяча Лестера в плей-офф Лиги Чемпионов. Десятая минута, и мы сразу выходим вперед. Супер. Ну это шикарный сейчас просто был момент. Ригелон очень хорошо подключился по левому флангу. В касание на Вернера и тот на Мартинеса. Дубль. Лаутару на выезде. Суперски. И теперь уже есть два выездных гола в этом противостоянии у нас. И Лаутару Мартинес забивает хэт-рик. 76-ая минута. Лестер разгромил Брюги. 3-0. Ну и для... Кстати. Лаутару Мартинес это первый хэт-рик в Лиге Чемпионов за Лестер. Да и вообще в принципе первый игрок в этом сезоне. У Лестера кто забил хэт-рик в Лиге Чемпионов. И все. Финальный свисток. Хэт-рик Лаутару Мартинеса помогает нам одержать первую историческую для нас победу в раунде плей-офф Лиги Чемпионов. И сразу же с такого вот разгрома на выезде. Поэтому мне кажется мы уже точно в четвертьфинале Лиги Чемпионов просто ждем своего соперника. Три удара в створ, три мяча от Лаутару Мартинеса. 8-5 у него оценка. Итак у нас переговоры по моей команде. Тэми Абрахама хотят в Китай, в Бейджинг-Гуан с 26 миллионов. Но это все-таки ниже даже рыночной стоимости. Да мы в принципе его только вот подписали. Травмированный у нас оригелон. Так в предыдущей игре вы как раз значит получается с брюги он получил до марта. Воспаление мышц. Так ну и все. Ундер у нас стал маэстро. Ну и все. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ребята всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч. Друзья всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok